МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире дачные советы. Ох, сколько звонков! Болеют огурцы, помидоры, картофель. Дождались? Вирусы? Будем сражаться с ними? Прежде чем обрабатывать любую культуру, надо снять урожай. Снимаю огурчики. Это огурцы второго оборота. Первого оборота тоже плодоносят, но в другой теплице находятся. Там они уже заканчивают свое пышное плодоношение. А вот эти в разгаре. Вот, собираем корзиночку. Вот такую корзиночку дважды в неделю с этих пяти кустов. Огурец ритм. Так, а теперь несколько советов, как получать такие урожаи. Во-первых, еще раз повторяю, надо сажать огурцы в несколько сроков. Вот тогда будет плодоношение непрерывное. Кусты-то еще молодые вот эти вот и кормят сейчас. А ведь можно было еще и 1 июля посеять огурцы. И они бы только сейчас начали расти и плодоносить. Так, это первый совет – сеять огурцы в несколько оборотов. Второй совет – когда стоит такая засуха и такая низкая относительная влажность воздуха в теплицах, из-за чего облетают все завязи, особенно стоматов, или скручивается, это из-за сухого воздуха. Что я делаю? Стелю какие-то пленки и наливаю воду туда. И сразу лист стал хороший, развернулся, и перчики воспряли. Даже те, которые жить уже не хотели, вот такие, как жар-птица, вдруг налились. Вот, первый уже сняли мы вместе с вами первые плоды, а вот второй какой обильный урожай нас ожидает. Перцы уже вот с таким частичным вот окрасом уже можно снимать. Они уже вкусные и ароматные. То есть надо разгрузить эти кусты для того, чтобы они сумели выкормить оставшиеся перцы, да еще и дать жизнь новому потомству. Они продолжают цвести и активно завязываться. Если, конечно, вы их посынкуете. Я их очень много посынкую. Еще раз повторяю. Вот растет у вас, оставляете на этом стебле перчики. Вот. Посмотрите, если вот сейчас завязался перчик, если я вот этих два не уберу, то вот это отвалится. И эти потом отвалятся. Питания не хватит. Вот так вот и убрала. Сейчас томаты будем отбирать. Видите, у самой двери что случилось. Но он и не нужен, этот томат. Он давно уже отоспел. Вот до вирусов успел, так сказать. Это санрайз, гибрид. Заболел. Беду эту не оставляйте в теплицах. А нужно немедленно удалить. Кусты, зараженные вирусом, и сжечь. Потому что на соседа вот уже пошло. Вы видите, король королей. Сорт начал страдать. А на нем какие плоды висят. Что делаем? Нужно обрезать больные листья срочно. И обработать всю теплицу и все оставшиеся растения. Фарма-йодом. Желательно с молоком для лучшего прилипания. Подробности читайте в моих журналах. Все написано про вирусы. Огромные статьи в августовском журнале. Так, собрали урожай. И теперь нужно отблагодарить растения за него. Стакан. Можно до пол-литра доводить в концентрацию. На 10 литров воды жигулевского жидкого удобрения. И поливаем под корень. Здесь сюда же добавлены еще и бактерии. Сенные палочки в это удобрение. Они обеззараживают почву. И охраняют растения от заболеваний. Вот пленочку приподнимаю. Вот. Видите, как под ней влажные хорошо. Неделю назад я давала золу. А теперь дам жидкие удобрения. Жигулевские. Пусть наливаются новые зеленцы. Раз в две недели поливаем и кормим томаты. Не чаще. Иначе будут жировать. Перцы тоже надо покормить. Потому что у них идет и цветение, и завязывание плодов. Но немного. Я вот лишнего им воды лью. За что меня все время ругает главный агроном тепличного комбината. Я с поливами под все культуры перебарщиваю. Это тоже плохо. Земли не остается воздуха. Так, ну все, растите. Спасибо. Теплица, кормилица. Жигулевские удобрения от производителя. Можно приобрести, а также оформить доставку в городе Жигулевске на улице Гидростроителей, 19. Справки по телефону 927-026-00-45, 917-827-72-88 и 961-390-09-41. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посохло быстренько, а из пазух пошли новые побеги с листьями, с карликовыми. Это все, товарищи, вирусы. И урожая здесь сразу никакого. Вот я вам хотела показать эту мелочь. Да еще бывают картошки какие. Мягкие, уродливой формы. Что делать? Ведь вирусы прекрасно перезимуют здесь и на следующий год опять проявят себя. Ну, в крупных хозяйствах, в теплицах особенно, там пропаривают грунты паром. При температуре выше 50 градусов, я вам уже зимой это рассказывала, когда мы с вами вместе обеззараживали семена от вирусов, они пропадают. Я придумала, как в естественных условиях, в отсутствии паропроводов промышленных, сделать пропаривание грунта. Вот лук я собрала, две грядки сейчас вот здесь. И пролила землю очень хорошо. И накрыла пленкой. И там, если по термометру посмотреть, вот при такой жаре, который сейчас стоит, температура доходит до 60-65 градусов. Вирусы при этой температуре на 100% убиваются. Теперь эти грядки можно пленку снять и сеять фидераты. Здравствуйте, друзья! Я предлагаю все овощные грядки пролить препаратом Немабакт. Этим мы убьем личинок всех видов вредителей, обитающих в почве. Эту процедуру можно проводить вечером или, как вот мы сейчас делаем, в пасмурную погоду. Грядки сначала проливаем холодной водой. Достаем из пакета поролон, на котором посажены хищные нематоды. Их опускаем в холодную воду. Нужно вот так вот их пожмакать руками, чтобы эти нематоды из поролона перешли в воду. На отжимание нематод из поролона уйдет минут 5. Маточный раствор готов. Теперь берем литр маточного раствора. Наливаем в 10-литровую лейку. Этой лейки вам хватит на 10 квадратных метров грядки. Проливаем почву понемножку. И так вот за годом освобождаем свой огород от хрущей, медведки, всех видов совок, проволочника, колорадского жука. От всех видов вредителей, которые откладывают свои личинки в почве. Как предусмотрено в природе, хищные нематоды борются с вредителями. Также этот препарат совершенно безвредный для человека и полезных насекомых. Немабакт можно использовать в течение всего лета. О препарате немабакт я получила очень хорошие отзывы от садоводов села Федоровки, пригорода Тольятти, по борьбе с медведками и хрущами. После внесения немабакта в грядку, грядки еще раз проливаем холодной водой. А теперь поборемся с вредителями, которые находятся на листьях растений. Вот, к примеру, на моркови. Мы видим здесь и белокрылка, и луговой мотылек, и листобложки. Для борьбы с вредителями возьмем фитоверм, для борьбы с болезнями возьмем или циркон, или восток М1, или бактопит. У кого что есть. Галина Константиновна морковь сейчас прореживает третий раз окончательно, на расстоянии не менее 3 см друг от друга. И чтобы она была сладкая, ее нужно покормить. Поэтому в баковую смесь мы добавляем питательные вещества гуматкалия берез-4 и микроэлементы реаком в хилатной форме, где есть магний бор, который обожает морковь. Она от них будет слаще и хорошо хранится. Этой баковой смесью можно обработать все овощные грядки и землянику после пилотоношения. В теплице растения обработайте профилактически препаратом дачник от белокрылки и паутиного клеща. Не забывайте регулярно обрабатывать плодово-ягодные культуры препаратами «Здоровый сад» и «Каберин», которые очень хорошо работают по плодожорке. Внимание! В центре сияния появилось эффективное биологическое средство борьбы с хрущами и личинками других подземных и наземных вредителей. Телефоны для справок 9 545 165 2 252 305 И теперь несколько советов еще по поводу того, как сохранить собранный урожай. Он с таким трудом в этом году дался. 15 ведр лука собрала, может быть, даже и больше. И 3 ведра чеснока. Зиму переживу. Теперь надо это все сохранить. Лук удался в этом году у всех. По-моему, он хороший. Хотя нет, соседи жалуются. Луковая муха унесла чуть ли не четверть урожая. У меня луковой мухи не стало. Не знаю, почему в моем огороде. Хотя разделяет нас один только забор от соседей. Может, потому что мы с Ларисой Игоревной Малайной пролили 2 года назад мой участок препаратом Немабакт. Если у вас есть желание избавиться от личинок майского жука, хрущей, проволочника, плодожорки, все эти личинки находятся в почве. И вот эта вот хищная Нематода, входящая в состав препарата Немабакт, она освобождает почву от десятков видов опаснейших вредителей. Поэтому звоните Ларисе Игоревне Малайне, делайте заказ. Она возьмет в холодильник, слетает в Санкт-Петербург и привезет вам под заказ эту хищную Нематоду. Хорошее дело. Так, вот теперь, значит, лучок здесь положила. Вот видите, дождик сегодня капает, поэтому пришлось под навес его снести. Ну и вообще, этот лук полежал на солнце 2 дня. Больше не держите, потому что будет солнечный ожог, и лук будет плохо храниться. Два дня полежал на земле, на солнце, все, хватит. Убирайте под навес и досушивайте здесь, чтобы закрылась вот эта вот шейка. Пока не обрезайте ботву, пока она полностью не высохнет. Желательно лук выложить таким образом, чтобы ботва свисала вниз. Тогда очень хорошо закрывается шейка. Кроме этого, там, где очень толстая шейка, желательно вот так вот ботву расщепить. Минимум на 4 части. Вот так, вот так, вот. Тогда она хорошо подсохнет. После этого уже все обрежете и сложите в контейнеры. Вот посмотрите, сколько у меня лука с толстой шейкой было. Так, ребята, не воевать, помощники мои. Пришли, поигрывают с луком. Вот лук эксибишен. Особенно у него толстая шейка. Весь расщеплен, и тогда он будет подольше, до самого Нового года храниться. Ну вот и все по луку. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефону. В Самаре 972 70 95 и 925 84 33. В Тольятти 679 0 94. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова в нашем садовом центре, в поселке Курумыч. Сейчас в полном цветении все сорта гортензий. Еще раз просто скажу общее правило ухода за гортензиями. Обильный полив во время цветения, подкормка еженедельная, кислая почва для растений, полутень прекрасно переносит. И один из самых красивейших кустарников в саду. Вот как весной азалии рододендры нацветут, точно так же август-сентябрь нас радует своим цветением, конечно, гортензии. Гортензия должна быть в каждом саду. Это необычайно красивый кустарник. И так незаметно практически подошла уже осень. И мы начинаем посадки земляники. Или в народе еще называют клубникой. Есть, конечно, очень проверенные сорта. Это фестивальная зинга-зингана. Выбираем хорошие кусты, здоровые. Посмотрите, вот они, закрытые корневой системой. Даже есть ягоды. Мы, конечно, в садовом центре убирать не будем, чтобы вы на них полюбовались. А дома при посадке вы их срезаете. Посмотрите, какая корневая система. И если вы еще возьмете ткань, есть специальная агроткань. Ткань, чем эта хороша, сорняки не пропускает, воду пропускает. И очень удобно использовать эту ткань, потому что она практически вечная. Естественно, мы предлагаем ремонтантные сорта. Елизавета, вторая известная всем сорт. Есть новые сорта ремонтантной земляники. Именно земляники два сорта. Та земляника, которую мы привыкли собирать в лесу. И цветочки у них, видите, маленькие такие. И ягодки очень ароматные. Это безусая земляника. И где-то в течение месяца мы ели эту землянику, я вас уверяю, очень вкусная, ароматная и очень обильный урожай бывает на этой землянике. Семь сортов ремонтантной земляники. Мы на этой неделе только начали продавать, поэтому сейчас очень большой выбор. И ранние сорта на землянике. Кимберли, кстати, очень ранний сорт хороший. Есть ранние, поздние, средне-ранние сорта. Есть, конечно, и новинки. Средний новинок – это Максим. Чем отличается сорт Максим? Он очень сладкий, крупный и очень устойчивый к болезням. Долго хранится. То есть он лежит хорошо, транспортировке поддается хорошо. То, что нужно как раз для дачников. Для тех, кто лубит клубнику, рекомендую сажать разного сорта созревания ягоды. Это и средние, и поздние, и средне-ранние. Есть еще, конечно, ремонтантные сорта. Но часто ремонтантные сорта бывают, скажем, не такие сладкие, как сортовые. И поэтому, если вы посадите разного срока созревания клубники, у вас в саду будет она в течение двух-трех месяцев, учитывая ремонтантные. Вы не думайте, что вы сделали лунку, посадили, и она будет просто расти. Обязательно добавьте при посадке биогумус. И, конечно, удобрение, чтобы она в зиму ушла хорошо и перезимовала. Потому что август месяц – самый лучший месяц и самое лучшее время для посадки именно земляники. В хорошем состоянии здоровая земляника даст хороший вкусный урожай в следующем году. На всех площадках садового центра вы можете приобрести, конечно, землянику садовую, деревья, хвойники, кустарники, многолетние растения. Все средства защиты для растений и удобрения для них. Мы желаем вам красивого, здорового и вкусного сада. Садовый центр Веры Глуховой предлагает саженцы декоративных растений, удобрения, средства защиты растений от болезней и вредителей. Поступили в продажу десятки сортов земляники. Адреса площадок можно уточнить по телефону 331-06-06, 331-06-06. Срезаем урожай. Подошла цветная капуста третьего оборота. Головки небольшие, но чистые, хорошенькие. Кто выручил? Почему уродилась безуходная вот здесь? Потому что видите, здесь ленты капельного полива с двух сторон, здесь ленты и там ленты. Вот палочка-выручалочка в такую погоду. Лента капельного полива с двух сторон, с этой и стой и больше никакой помощи. Но пару раз жигулевские удобрения сюда внесла. Алексей домой увозит, они любят цветную капусту. Мама омлет сделает. Держи! Спасибо за помощь. Я с вами на этом прощаюсь. До встречи через неделю на канале Губерния. Редактор субтитров А.Семкин